добрый день дорогие друзья с вами капля и сегодня наверное последнее что хотел сказать о неверных представлениях о мужественности это мнение о том что мужчина призван исключительно для того чтобы обеспечивать семью это его роль приносить в дом деньги продукты и так недавно у меня был один гость и он рассказал что у него семье есть проблема с которой он не знает как быть его жена зарабатывает больше чем он и начинает вести себя таким образом что теперь она глава семьи однажды она заявила ему я мужик в доме потому что я зарабатываю на какую-то сумму больше чем ты и вы знаете вот это вот возглас он как раз и продиктован вот этим неправильным пониманием мужественности мужик должен зарабатывать больше мужик должен тащить в дом оленя которую убил на охоте а женщина будет его готовить мужчина призван не только обеспечивать семью я не хочу сказать что он не призваны ее обеспечивать. Я хочу сказать, что это не главная его обязанность. Главной обязанностью мужчины является направление движения семьи. Это его ответственность за все сферы семьи, куда мы идем, зачем мы живем, что мы из себя представляем как общность, как семья, как фамилия. Итак, когда мы с вами думаем, что мужчину определяет его зарплата, его вклад в семейный бюджет, мы с вами заблудились. И, кстати, многие мужчины чувствуют себя совершенно ущербными, когда их зарплата меньше, чем у его жены. И он начинает изо всех сил стремиться, чтобы его финансовые показатели выросли, начинает находить вторую работу, он начинает находить третью работу, берется за все подработки, и он тем самым опять же отрывается от семьи. Я, знаете, заметил одну потрясающую вещь в женщинах, особенно в современных. У них есть такое вот два желания с одинаковой силой, они хотят и того и другого, но они абсолютно противоположны. С одной стороны, современная женщина хочет, чтобы ее муж зарабатывал невероятные деньги, а с другой стороны, она с той же силой желает, чтобы он всегда сидел дома, был всегда рядом, всегда под рукой, не вкладывал свою жизнь в свой бизнес, свою работу, а был как бы рядышком. Это взаимоисключающие вещи. И вам стоит понять, что мужчина работает не ради денег. Мужчина работает ради высоких целей и идеалов. Если мужчина начинает работать только ради денег, это деградация его мужественности. Итак, друзья, настоящего мужчину не определяет то, что он исключительно добытчик для семьи. Он должен быть человеком, который обеспечивает семью, но это не самое важное.